Робот-акробат, радиоуправляемые машины, катапульты. Воспитанники школы моделизма и робототехники не сидят без дела. Под руководством опытного наставника конструируют первые работы. В учреждении заняты дети с 3 до 16 лет. На выбор – моделирование, проектирование и программирование. В классах – современное оборудование. Главное – развить моторику и нестандартное мышление у ребёнка. Для младшей группы мы предоставляем самое начало робототехники. Они собирают дети своих первых роботов, пишут свои небольшие первые программы. Есть подготовка к школе, где мы стартовые знания по математике, русскому. Ну и мастерить руками уже на этом этапе. Для старшей группы школа предоставляет уже более углубленную программу обучения. Ребята учатся писать свои первые сайты, изучают визуальный язык Scratch, создают аналог знаменитого мира Майнкрафт. Также в школе есть и отдельное направление – схемотехника. Здесь ребята изучают азы создания своих первых электрических схем, управляют ими с помощью компьютера. В стенах класса дети полностью могут реализовать себя. Радиоуправляемые модели, роботы и прочие проекты, которые развивают мышление ребят. Давайте проверим на практике то, что соорудили маленькие детские ручки. Игорь Евтушенко – участник ежегодного форума «Деловой климат в России». Социальное предпринимательство активно развивается в регионе. В период пандемии школа моделизма и робототехники наряду с другими организациями получила финансовую помощь. Отсрочка арендных платежей, налоговые каникулы, беспроцентные кредиты на заработную плату. Форум – главная площадка для подведения итогов уходящего года и формирования основных направлений развития деловой среды на будущее. Нам необходимо реконструировать всю систему мер поддержки, которая была на антикризисные направления выделена. И как раз об этом мы сегодня и в течение этих двух дней на форуме разговаривали. Сегодня на основном пленарном седании будем формулировать предложения совместно с нашими федеральными коллегами из Госдумы, Совета Федерации. В этом году бизнес-форум прошел в формате онлайн-трансляции. Совместно с губернатором Ульяновской области на планерном заседании рассмотрели поддержку представителей бизнес-сферы. В Ульяновской области только по антикризисным программам бизнес получил поддержку по линии микрозаймов на сумму в 277 миллионов рублей. Получено кредитов и займов на 1 миллион 285 тысяч рублей. Да, про Льонс у меня даже и тени сомнений нет, потому что вижу о том, что сейчас как никогда все заинтересованы. Федеральная власть заинтересована, причем не на словах, а в реальных делах. Региональная власть, я еще как минимум за себя говорю, за свою команду, о том, что не просто заинтересована, а вместе с бизнесом решают все те проблемы, с которыми сталкиваются. Ежегодно в форуме принимают участие более двух тысяч предпринимателей, делегаций из регионов России и зарубежных стран, представители структур федеральной и региональной власти, начинающие и действующие бизнесмены, люди, желающие открыть свое дело. Александра Никитина, Руслан Баталов, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ.